В такой камерной, но от этого не менее приятной обстановке чествовали финалистов муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022». Напомню, в этом году на участие заявились пять педагогов. Это учителя из 41-й гимназии, школы 45, 48 и лицея 58 Росатома. Пятерку лидеров профессионального состязания чествовали в стенах управления образованием. Слова благодарности за то, что вы дерзнули и приняли участие в непростом конкурсе профессионального мастерства. И каждая из вас показала, какой вы профессионал, какой вы учитель. Учитель с большой буквы. Учитель, который дарит свет детям. Профессиональному жюри выбрать лучшего учителя было нелегко. Да и интригу, кто стал победителем, организаторы конкурса хранили до последнего. И вот этот момент настал. Третье место завоевала учитель школы 45 Наталья Пузанова. Второй стала педагог из той же 45-й Анна Калинина. А победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022» стала учитель гимназии 41 Александра Мурзина. В первый раз для меня такой конкурс серьезный. Он впервые за мою профессиональную деятельность. И я считаю, что второе место – это очень достойное место для первого раза. Чего не хватило, как думаете, для первого места? Ну, опыт в школе, работы в школе у меня еще небольшой. Чем нравится профессия учителя? Я очень люблю детей. Дети дают безумное вдохновение, общение. И вот эти эмоции, которые ты получаешь каждый день от общения с ребенком, его улыбки, его переживания. Это своего рода такая большая подпитка психологическая. И, безусловно, для меня лучше профессия нет. Я считаю, что любой конкурс – это большое испытание для участников. Но это дает большой шанс на то, чтобы раскрылись твои возможности, черты характера. Потому что это огромное преодоление себя, ну и возможность, естественно, проявить свой педагогический талант. Радость. Радость от того, что мы проделали такой большой путь. Радость за всех своих коллег. Очень благодарю команду, которая мне помогала. Александре Мурзиной, как победителю муниципального этапа, теперь предстоит защищать честь Новоуральска на региональном этапе конкурса «Учитель года России-2022». Педагогический опыт Александры Николаевны помогает и в конкурсах побеждать, и школьный предмет вести так, что дети просто обожают ее уроки. Александру Мурзину знают в городе и как активного волонтера. Пожалуй, в этом и заключается секрет успеха – любить детей, людей, дарить частичку своей души и сердца всем, кому это необходимо. Александра Николаевна очень организованный, хороший, добрый, честный человек, с которым интересно общаться. Уроки английского очень интересные. С нами практически каждый урок разговаривает полностью на английском, что мы даже можем потренировать свою практику. Александра Николаевна очень хорошо объясняет и постоянно как-то преподает нам уроки в такой как мини-игровой форме. То есть иногда мы изучаем слова с использованием каких-нибудь мечей или смотрим какие-нибудь видео. Двойки часто ставят? Нет, она как бы прощает иногда, но говорит, что наше невыполненное домашнее задание хуже для нас, чем для нее. Потому что если мы домашнее задание не выполняем, то у нас у самих не будет практики по английскому языку. Как важно привить детям любовь к своему школьному предмету, рассказывать о нем так, чтобы дети стремились на твой урок, чтобы они с удовольствием выполняли домашние задания, затем ввели исследовательскую деятельность. Благодаря таким педагогам и складывается образ успешного учителя, любимого детьми, педагога в школе. Учителя с большой буквы, который несет знания своим ученикам и помогает расти разносторонне развитыми личностями. Что касается конкурса «Учитель года России», то такие профессиональные состязания в Новоуральске проходят на протяжении 9 лет. И каждый раз организатор конкурса УМЦРУ готовит для участников необычные, интересные, сложные и актуальные для современного педагога задания. На каждом этапе учителя раскрывают разные грани своего таланта и профессионального мастерства. Однако в последнее время участников становится все меньше. В связи с этим начальник управления образования Татьяна Аленькина предложила поменять формат для участников профессионального состязания на следующий год, чтобы такие конкурсы были событием не только для педагогического сообщества, а для всего города. Наталья Раупа, Сизов. Объектив. Итоги.